Экспериментальная новинка заработала на пересечении улиц Талкихана и проспекта Кунаева. Яркие светодиодные полосы станут дополнительным стоп-сигналом для людей повышенной группы риска. Это слабовидящие, пенсионеры, дети и те молодые люди, которые чрезмерно увеличены гаджетами. Подсветка вмонтирована в тротуарную плитку перед зеброй. Принцип работы наземного светофора очень прост. Принцип действия – это полная взаимодействие со светофором. То есть, когда сигнал светофора горит красным светом, тротуарная плитка светодиодная горит красным светом. Когда сигнал светофора горит зеленым светом, она загорается зеленым. То есть, абсолютная взаимодействие, стопроцентная со светофором. Пилотный проект контролирует Акимат Альфарабийского района Шимкента. Если нововведение окажется эффективным, то такие светодиодные полосы появятся на многих пешеходных переходах областного центра. Насколько мне известно, подобные лежачие светофоры есть в трех столицах мира – Праге, Берлине и Москве. Сотрудники гора Кемата будут мониторить, придется ли по душе данный проект жителям и гостям Шимкента, а главное, будет ли он действительно выполнять те функции, которые мы на этот проект возлагаем, то есть функции дополнительной безопасности. Долго ждать реакции пешеходов не пришлось. Горожане уже успели оценить новинку. В первый день работы необычного светофора отклики исключительно положительные. Да, я думаю, нужно, потому что сразу видно, особенно такие люди, которые идут на пофиг, если так уж выражаться фигурально, то красный цвет как бы заставляет задуматься, что не надо переходить, ребята, подождите. Я думаю, что нужна. Светофоров для нашего народа не хватает. Обязательно. У нас в Шимкенте точно. Почему? Ну, на красный цвет ноги проходят. А сейчас все, смотри. Не знаю. С плохой реакцией людей, наверное. Как добавили в Альфа-Арабийском Акимате, стоимость подсветки для всего пешеходного перехода с учетом монтажа составила порядка 2,5 миллиона тенге. Такая цена оправдана. У лежачего светофора широкий температурный режим, зелено-красный цвет будет виден даже под слоем снега. К слову, особо любознательные шимкенцы, пока не привыкшие к новинке, так и норовят проверить новый светофор на прочность, пытаясь то подковернуть светящую полоску, то постучать по ней каблуком. Бахром Абдулаев, Ильдар Женусканов, Камила Сайфолина, информационная служба телекомпании «Утрар». Продолжение следует...